Только мой, других не знаю, ты будешь только мой. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня я хочу осветить с вами тему, что нельзя позволять мужчине ни в коем случае делать в отношениях. Итак, первое. Ни в коем случае мужчине нельзя занимать деньги у вас. Если он даже хочет у вас занять денег, лучше ему как-то мягко откажите. Потому что это ненормально. У мужчины есть друзья, родственники и так далее. Он должен занимать в первую очередь у них. Ну а если у него не у кого занять деньги, он идет к вам, то это уже подозрительно. Очень насторожитесь по этому поводу. Второе. Никогда в отношениях не берите на себя кредит. Не позволяйте мужчину брать на вас кредит. Потому что сегодня отношения есть, завтра этих отношений нет. И если вы поссоритесь, как часто и бывает, то кредит будете отдавать вы. Не глупите, не берите на себя кредит. Лучше пусть мужчина на себя берет кредит или на кого-то из его родственников, а вы будете платить, возьмете на себя такую ответственность. В случае чего вы ни при чем. В общем, в отношениях на себя кредит не берите никогда. Если, конечно, вы не расписаны, там уже другие нюансы, смотря на что. И, в общем, если вы берете кредит, то понимайте, что вы можете платить за него потом сами. И как следует обдумайте этот момент. Дальше. Никогда не позволяйте мужчине поднимать на вас руку. Если поднял, можете сразу расставаться. Дальше. Если вы уже достаточно взрослый, у вас есть дети, то лучше новому мужчине, если отца нету, и у него отчим, и лучше новому мужчине не позволять воспитывать ваших детей, если они не в авторитете у него. Потому что это может очень плачевно сказаться на ваших детях. Также нельзя мужчине доставаться легко. Запомните, что чем тяжелее вы достались мужчине, и чем дороже вы ему обходитесь, тем больше он вас будет ценить. Также не позволяйте мужчине не платить по счетам. То есть, если вы заходите куда-то в магазин, покупаете продукты, особенно на вас двоих, мужчина должен оплачивать это. Не спешите доставать ваш кошелек и так далее. Это нормально, это норма вещей. Не приучайте мужчину к тому, что у вас там все напополам, как в Европе и так далее. Вы же сами от этого потом страдаете. Я много слушала ситуации, слышала ситуации, когда девушке было неудобно, она доставала кошелек, скорее-скорее расплачивалась, а потом в итоге думала, да что это такое, почему он не заставил меня убрать деньги и так далее. Просто не спешите, дайте возможности ему самому расплатиться. Они знают, как надо делать. Соответственно, и в ресторане. Тоже это норма вещей. Просто не позволяйте мужчине, чтобы вы платили. Это уже что-то странное и подозрительное. На это уже стоит обратить внимание. Если вы собираетесь в магазин за покупками, за вещами, и планируете, чтобы мужчина ваш расплатился, лучше не ставьте в его неудобную ситуацию, когда у вас совсем ранние отношения, и он как бы не планирует еще за вас платить. Лучше не ставьте его в такую ситуацию, в которой бы вы платили сами, а не ваш мужчина. Лучше сходите одна за покупками, чем оказаться в такой ситуации. Вот несколько пунктов, за которыми нужно следить и не упускать. Надеюсь, что все у вас будет хорошо, и вы найдете отличного, внимательного, заботливого и любящего мужчину. Ну а также не пропускайте эти пункты, и пусть у вас все будет хорошо. Желаю вам море любви. С вами была Селена Сэй. Если мои советы были вам полезны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Каждый день новое видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok